всем здравствуйте с вами на связи линия матяду я приветствую вас на своем канале а после того как я записала расклад на тему что несет себе ваша фамилия мне предложили сделать аналогичный раз на тему имени и сегодня мы с вами давайте разберемся а какую энергию несет себе ваше имя и что будет если вы поменяете своими на как изменится ваша энергетика так вот у нас сегодня расположились позиции 1 2 3 голубенькие красненькие и зелененькие камешки надеюсь что сегодня никаких неприятных у меня с техник не будет мы с вами сможем насладиться раскладом надеюсь вы определились с позиции и приступаем позиция номер один и голубенький камешек какую энергию несет себе ваше имя ваше имя она во первых достаточно певучая в нем очень много даже знаете не то что много гласных букв а сочетание букв таким образом происходит что его легко как объяснить слово певучая легко произносить то есть нету таких такое количество согласных вместе стоящих которые сложно было бы в произношении то есть я могу предположить что вашем имени гласные буквы расположены таким образом что их можно было бы петь то есть такое достаточно певучая имя да звонкая на слух по произношению очень мягкая я не буду говорить что она женственное либо мужское но здесь имя которое знаете такое располагающие к себе да имя который несет себе энергию такую мягкую добра некой гибкости отзывчивости здесь вот положительные такие энергии и я не знаю как это объяснить вот достаточно не то что тягучие а плавные есть какое-то знаете вот как будто бы журчание какое-то да легко перекатывается как-то вот на языке напоминает энергия игривого шампанского вот брызги шампанского когда борту а как то не то что это горчит а знаете какой-то вот взрыв вкусовых каких-то качеств причем это достаточно что-то такое на вкус легкая и немножко горьковатая совсем прям вот немножко и прохладная я не знаю почему мне пришли именно вот такие ощущения вкусовые хотя мы говорим об энергии но вот здесь возможно и характер у вас такой знаете достаточно вспыльчивый и очень быстро отходящий здесь люди с этим именем несут энергию такое достаточно эмоционально яркую а знаете вот как фейерверк разносторонние люди здесь нету крайностей например только черное либо белое вот ваше отношение к жизни она как будто бы долгоиграющие напоминает какую-то вот карамельку знаете еще есть не знаю вкус и пошли знаете есть такие жвачки которые когда их надкусываешь либо конфеты и оттуда вот вытекает вот этот вот вкус либо рома вишневого с начинкой какой-то поэтому внешним вы такой человек который вы можете создавать впечатление одного человека но внутри на самом деле есть вот такое разнообразие вкусовое что только те люди которые находятся рядом с вами могут знать кто вы есть на самом деле потому что внешне вы можете скрываться за маской такой вот некой обвертки безразличия безэмоциональности но на самом деле то что вы проживаете внутри себя вот эти вот гамму вот этих эмоций чувств это неописуемо также вы достаточно чувствительные ранимый вы человек который заботится о других людях но знаете в контексте понимания чувств вот вы достаточно хороший психолог вы понимаете состояние других людей вы импат я могу предположить и здесь знаете вот не только умение чувствовать других людей сопереживать а именно очень глубоко понимаете да вот здесь вот именно глубинное понимание состояния души другого человека также вы достаточно мечтательный человек который что-то периодически вспоминает возвращается в какие-то прошлые свои моменты жизни но эти моменты они не просто воспоминания это именно то что было наполнено какими-то очень яркими эмоциями своих воспоминаниях краски здесь должны были быть состоянии если не просто вспоминаете что-то ради того чтобы просто вспомнить даже если это человек а именно вот какие-то моменты которые вы переживали рядом с ним что еще несет в себе ваше имя любознательность вы человек любознательный которому все интересно причем вы знаете с душой вкладываетесь в то во что то чем вы интересуетесь вам действительно как маленькому ребенку все интересно вы внимательны у вас прекрасная память вы запоминаете почему-то мне здесь хочется сказать лица хотя знаете внутри идет какое-то такое сомнение но вы когда идет информация стараясь и не фильтровать чтобы не включать свою оценочность также здесь вы человек который являетесь как для другим подарком жизни так и вашей жизни происходит периодически какие-то вот такие неожиданности до ценности которые в дальнейшем становятся для вас очень важным каким-то опытом здесь этапы жизни у вас происходит знаете причем как-то неожиданно не то что вы приходите к этому результату а здесь как-то вот как снег и наголо у вас что-то случается да и это для вас вот очень запоминается вы очень внимательны к другим людям если они для вас цены и важны вы запоминаете даты я уже говорил что вас хорошая память вы запоминаете даты дни рождения запоминаете разные детали и нюансы которые именно вам важны что еще несет ваше имя некую стабильность некую стабильность такую долгосрочность были в вашей жизни такие пиковые моменты как там вы действительно либо получили какой-то богатый опыт либо были бы был у вас такой пик финансового изобилия которым вы дорожите вообще здесь вопрос ценности до встает достаточно достаточно актуально для вас как финансы так вообще ценности то есть я не имею ввиду а предметы а есть какие-то вещи которые вы как-то цените да для вас они важны здесь вы во первых очень бережливые касательно своей одежды до каких-то своих предметов вы храните есть моменты когда вы собираете какие-то воспоминания тоже копите внутри себя и также какие-то может как будто нравится старая мебель но старая не то что использована и долгосрочная то что если отреставрировать до имеет какую-то ценность либо каких-то вот прошлых веков вот что-то здесь связано с прошлым что есть для вас какая-то ценность может быть женщинам нравится здесь носить какие-то вот кулончики броши такие ну вот под старину сделано да может быть мебель под старину сделано причем деревянное ваше ваше имя несет энергию некой такой общительности коммуникабельности да вы достаточно подвижны опять-таки вспыльчивы но очень быстро отходите здесь также вашим именем есть моменты яркости возможно лидерские какие-то качества позитива ну вот тогда я не буду дальше рассказывать потому что мне кажется я уже достаточно много рассказала о том какую энергию несет в себе ваше имя сейчас я хочу посмотреть что будет если вы вдруг захотите поменять свое имя изменится ли ваша жизнь не интересно просто в двух картах посмотрим и потом посмотрим энергию этого имя если вы поменяете свое имя как изменится ваша жизнь вот если вы когда-нибудь захотите поменять свое имя во первых вы станете не то что перед выбором а ваша жизнь разделиться на то и после то есть вы встанете на какой-то вот развилки такое ощущение что здесь вот была одна ваша жизнь а после того как вы поменяли это не то что вот у вас будет продолжаться в том же русле ваша жизнь а не жизнь вашей изменится и возможно она изменится и лучшую сторону придаст вам некую такую легкость с одной стороны с другой стороны здесь как будто бы откроется врата а как-то на другой уровень да здесь будет отмирание прошлого но она будет и не только то что допустим все самое плохое да я оставила в прошлом но и также какая-то ваша сила какие-то ваши способности они точно также останутся в прошлом что появится знаете мне такое ощущение что если вы когда-то думали о том чтобы поменять свое имя поменяйте вам это выйдет в хорошую сторону появится появится не как какая-то знаете такая радость праздник легкость с одной стороны с другой стороны появится в какие-то вот новые знания мудрость вы как будто бы вот ваше сердце оживет и вы сможете проявить как-то вы знаете свою если вы женщина как-то свою женственность а если вы мужчина то сможете найти как-то вот для себя женщина если для вас это важно почему есть такую женщину с характером яркую такую очень почему странно ну потому что я не ожидала что как-то скажет именно то что скажешь сегодня моя палочка не хочет включаться в процесс хорошо давайте посмотрим теперь какие энергии это имя будет нести в себе ваше новое имя то есть до этого посмотрели улучшится ли ваша жизнь я не могу сказать что она улучшится или ухудшится но однозначно то есть вместе с вашим прошлым что вы оставите позади вы оставите еще какую-то силу в своем прошлом силу защиту какие энергии будет нести ваше новое имя в себе справедливости справедливости и вы знаете финансового стабильности и финансового изобилия я могу сказать во первых как там знаете вот ваши взгляды на жизнь они они до этого они были как-то вот больше эмоциональные да а сейчас они станут как-то больше структурированным не хочется сказать вообще ваша жизнь она будет более уравновешенной то есть вы будете подходить более серьезно к жизни да как-то больше взвешивать какие-то вещи смотреть на жизнь более серьезно я уже говорила но здесь как-то знаете вот более справедливо что ли не то что вы сейчас несправедливо но здесь вот как-то вот каждый ваша он должен как-то быть обоснованным что если не будете делать опроменчивых шагов с одной стороны а здесь и с другой стороны там знаете как будто бы вот вы поджизненный будете начинать получать все по заслугам то есть сразу то что вы сказали например и по в сторону другого человека что-то не нехорошее допустим вам это будет прилетать бумерангом либо если вот вы кого-то осуждаете к вам сразу будет приходить наказание вы это будете видеть еще ваше имя как я говорила несет в себе финансовую составляющую да но и некую стабильность и здесь акцент будет больше на финансовый аспект то есть на проявление себя в социуме так ну на профессиональную сферу акцент будет больше сделан и на заработок денег ты вы построите как будто вы знаете энергия постоянного развития движение вперед а пускай она будет не быстрым но вы как будто бы здесь запрутите колесо фортуны в правильную сторону разница заключается в эмоциональной составляющей и раньше я говорил о том что у вас в имени есть ценности до чтобы очень внимательно чай но при этом присутствовали и эмоции здесь сейчас после того как вы меняете ими я не вижу чтобы были эмоции я вижу набрать больше снова какого-то аспекта более стабильного вот понятного здесь как будто бы не то что вас ценности поменяются а вы станете более приземленными более будете стоять на ногами на земле и у вас будет возможность прям перерождение начинания чего-то нового страшно будет реализовывать какие-то свои задумки какие-то свои идеи что-то выбрать но я не могу сказать знаете здесь что энергетически прям слишком большая разница будет между вашим прошлым именем и новым именем но вот как будто бы знаете здесь раскрываются горизонты новые дороги перед вами на спектр возможность вот выбор он как будто бы расширяется становится намного больше здесь ваше имя до перемены так скажем да она несла энергия более такие мягкие а после перемена она они будут более замедлены не такие быстрые возможно как до перемены но при этом стабильного здесь вот появляется некая такая стабильность опора почва под ногами причем что вода что земля это две стихии которые совсем не противоречит друг другу а наоборот поддерживают поэтому я не могу сказать что здесь вот прям будет кардинальные перемены в вашей жизни но после перемены имени жизнь по крайней мере не ухудшится вот такая вот была первая позиция жду ваших комментариев особенно тех кто действительно уже поменял имя чтобы у нас вот была какая-то вот обратная связь да действительно ли это так позиция номер два и красный камешек какие энергии несет себе ваше имя здесь знаете энергии того что какие-то постоянные переживания волнения некая такая тревожность может быть вы по своей натуре человек такой достаточно не хочу сказать что запуганный но очень может быть мнительный может быть человек который за все переживает здесь такой знаете вот спокойный характер умеренные достаточно человек без каких-либо крайностей человек который старается не показывать себя то есть вам не комфортно быть на виду у людей вы как будто бы знаете не то что серая мышь но стараетесь как-то не выпячиваться что ли не проявлять себя вы такой человек знаете больше как целители знаете вот здесь ощущение что вот вы пришли к человеку которому плохо просто подсели и вот как губка впитали в себя его энергетические какие-то негативные ну проблемы что ли на себя перетягивать и человеку становится хорошо а может здесь какие-то вот целительские качества идут в вашем имени а вам я уже потом не знаю как хорошо или плохо но вот вы можете вызывать человека на откровенность на разговор и вот в этот момент происходит какое-то излечение успокоение успокоение люди успокаиваются рядом с вами прям было карта императора и императрицы так интересно а Вот в вашем имени, да, хочется сказать, прям вот сбалансирована вот эта вот энергия мужская и женская. Вот вы, с одной стороны, и ответственный человек, и иногда бываете достаточно жесткими. Хотя я не могу сказать, что вы жесткие с другими людьми. Здесь, знаете, здесь, возможно, вы достаточно терпеливый человек. Знаете, человек, который все прощает. Человек, который, ну, при этом вы накапливаете какую-то свою обиду, да. А здесь вот, может быть, вы не хотите ранить другого человека и держите все в себе. То, что вам не нравится, да, вот вы не высказываете. Почему? Потому что то ли вы не умеете это делать, то ли вы боитесь, что вот вы сорветесь, и выскажете человеку абсолютно все. Но здесь вот какие-то, знаете, энергии такие в вашем имени, что вот вы копите, копите в себе какой-то, какой-то неприязнь. А потом происходит вот этот вот взрыв, и люди удивляются, откуда у вас вот это вот появилось. То есть не то, что негатив, а вот это вот сила. То есть как будто бы вы это никогда не показывали, вы это никогда не афишировали. Хотя потенциал вашего имени, да, он достаточно сильный. Вы можете быть жесткими, да, вы можете наказывать. Причем, знаете, наказывать в молчании. Вы не тот человек, который может мстить, нет. Но вы тот человек, который, знаете, вот как-то такое ощущение, что вот вы наказываете временем, да. Вот я не буду с тобой разговаривать вот долгое время. Пока человек сам не поймет свою ошибку по отношению к вам. Вы можете иногда быть резкими, можете быть грубыми. Но при этом вы заботливый человек. Бывает так, что вот вас действительно эксплуатируют за вашу доброту, за вашу теплоту. А также вы можете быть одновременно таким, знаете, вот такое сочетание, да, а у вас, с одной стороны, как будто бы, знаете, беззаботный такой человек, кажется, что, ну вот, легкий, безответственный. Но в нужные моменты вы умеете принимать правильное решение, вы умеете защитить себя. Вы, человек, эмоции, ну вот здесь вот такое ощущение, что к этой вот проблеме вы боитесь выражать как будто бы свои эмоции. Либо вы говорите что-то, не подумав, а потом вам становится, знаете, как будто бы стыдно за какие-то свои слова, за какие-то свои поступки. Вы переживаете по этому поводу, и тогда вот вы закрываетесь. Еще одну карту вытащу, мне просто интересно. Вот, я говорю, вот здесь выпала десятка мечей и дьявол. Вот когда вам действительно бывает плохо, вытащить вас из этого состояния может такое некое искушение, либо какие-то ваши страхи, которые вас мотивируют. То есть, с одной стороны, они вас загоняют в тупик, а с другой стороны, они очень сильно вас мотивируют. Вас мотивирует ваша семья. Это ваша сила, это ваша поддержка, для вас она очень важна. Такая энергия некого, здесь ощущение непроявленности, здесь ощущение того, что вот у вас столько харизмы, столько магнетизма, а вы это все прячете. Это, знаете, когда бывает женщина с очень красивой фигурой, да, с очень красивой внешностью, и зная это, да, что вот как-то по каким-то причинам, чтобы не притягивать внимание, может быть, был какой-то неприятный опыт, может, еще что-то. Вы начинаете, знаете, как будто бы, ну, вуалировать вот свою какую-то красоту, одеваетесь невзрачно, какой-то широкие одежды, какой-то такой балахон, чтобы не обращать на себя внимание, да, может быть, не делаете прическу какую-то такую красивую, чтобы вот, ну, не показывать свою красоту. Ну, вот вы почему-то это скрываете, здесь вопрос, когда нет, не только внешности, а это как пример, как аллегория, ну, то есть, знаете, вот как Золушка, нет, мультик этот, сказка была, Боже, как ее, Морозко, по-моему, да, там, когда мальчика этой, последней, ну, своей дочери брови все время так рисовала, так щеки красные, специально, шпана такая страшная была, уродливая, платком замазывала, там, углем, что-то такое, вот, ну, чтобы красоту скрыть. Вот у вас здесь вот такое, то есть внутри вас ваше время несет огонь, несет страсть, несет энергию, вам хочется жить, вам хочется рисковать, вам хочется все пробовать, а вы здесь себя как-то вот ограничиваете своими собственными страхами, сомнениями, неуверенностью, а что скажет семья, может быть, вам иногда даже, вот ваше желание, которое вы подавляете, здесь и сексуальные желания очень яркие, которые подавляются, вот именно, а что скажут другие, на, здесь есть еще искушение, вас проверяют на разбитое сердце, то есть, знаете, вот какая-то, какая-то жертвенность некая, которую вы несете в своем сердце. Может быть, у вас есть какие-то убеждения, что жизнь сложная, что нельзя, ну, то есть, не получится, вообще создание семьи, найти партнера, стабильных отношений, это как-то сложно, это надо заслужить, вот здесь вот, вот такие вот аспекты идут. Хорошо, давайте посмотрим, что будет, если вы свое имя поменяете, то есть, как изменится ваша жизнь. Как интересно, такое ощущение, что прям вам всем надо имя, я считаю, что в первой позиции, что в второй. Такие хорошие карты выпадают, да. Вот вам нужно будет просто защищать как-то свою честь, свое имя. Ваше имя, вот ваша жизнь даст вам больше возможностей, откроет какие-то, знаете, дороги для путешествия, и приобретете больше знания, больше опыта. А здесь выпадает карта урожая, изобилия. Здесь такое ощущение, что вот эта вот холодность, которая у вас была, да, как ваш крест, который вы несете, не можете выражать свои чувства и эмоции, что это как будто бы завершится. Хорошо, а теперь мы посмотрим, какая энергия будет у вашего нового имени, если вы вдруг решитесь поменять, либо уже для тех, кто поменял, изменил. Как поменялась ваша энергия, да, вот я еще посмотрю, это энергия нового имени, а вы сравните. Поменялась она или нет? Ну, во-первых, вы проходите здесь трансформацию, вы сфокусированы, ну, то есть, если поменяете имя, да, сразу пройдете такую достаточно серьезную трансформацию, взросление. Будете полностью сфокусированы здесь, как, знаете, на компьютере проходит апгрейд компьютер, да, либо как-то его улучшаешь, потом начинает лучше работать, быстрее загружается. Вот здесь как-то какое-то вот обновление произойдет, да, причем обновление, у вас как-то появятся какие-то надежды, фокус будет больше внимания на какие-то духовные моменты, как-то вы будете к себе прислушиваться больше. Появятся новые возможности, энергия здесь будет некого такого праздника, стабильность, здесь как-то вот позитив появляется. Знаете, появляется позитив и какая-то уверенность больше. Есть такое ощущение, что вот ваше прошлое имя, оно не дало вам как-то раскрываться, были какие-то, ну, вот оковы, да, хочется сказать. А здесь как-будто вот вы сбросились и раскрепостились. Вот, ключевое слово здесь и раскрепостились. Перемены, перемены несут ваше новое имя. Ну да, в принципе, это логично, да, новое имя. Но они справедливые, да, здесь вот... Здесь такое ощущение, что вот вы как будто бы оставите позади вот свое какое-то апатическое вот это вот состояние, меланхолии, когда ничего не хочу, когда как-то вот не могу довести дело до результата, когда очень много вкладываюсь и не получаю какого-то результата. Постоянно какая-то ностальгия, воспоминания прошлого, чистоты. Вот это вот все уйдет, и на его место придет какое-то, знаете, вот приобретение, опыт. Вот вы станете как будто, вы знаете, вот мудрее, да. Здесь я поежесказала, да, здесь выпадала карта. Да, вот вы приобретете какую-то мудрость, опыт также и в финансах. Вот здесь ощущение, что вы обретаете некую целостность в себе. То есть вот то, что вам не хватало, да, в том старом имени, которое у вас было. Вот после перемены имени, да, смены имени, такое ощущение, что вот вы как будто бы стали более целостные. Здесь ощущение, что вы собираете себя по кусочкам и начинаете себя больше уважать, больше выстраивать границы. Вот тот император, который у вас заложен, да, он у вас проявлялся через негатив, а здесь будет проявляться через позитив. То есть вы будете выстраивать границы, будете, знаете, вот по ощущениям вы будете выбирать людей, которые вас будут окружать, которых можно подпускать себя, либо себе, к себе, либо нет. То есть здесь вот вы как будто бы будете нести первенство, да, все будет зависеть от вас. До этого момента такое ощущение, что вот вы как будто бы находитесь под властью каких-то ситуаций вне вас, да, судьбы. А здесь вы как будто бы становитесь хозяином своей судьбы. И вы здесь начинаете наконец-таки получать удовольствие, наслаждение. Вам нравится, вот вы становитесь уверенны, и вот эта вот энергия уверенности, внутренние силы, веры в себя, в свои способности, в свои силы, в то, что вы сможете идти дальше, она вот здесь вот очень активна и проявлена. Да, ну вот такая вот у нас вышла и вторая позиция. Напишите мне потом, пожалуйста, как, те, кто уже поменял имя, да, как у вас отыгралось или нет. Так, и мы с вами переходим к позиции номер три, к зеленому камешку. И мы посмотрим, какую энергию несет в себе ваше имя. Подойдемся. Обнуление. Обнуление, да, ваше имя несет в себе легкость, непредсказуемость, какой-то, знаете, азарт, детскость, желание постоянно двигаться, желание совершать, делать шаги вперед, хотя вам это и страшно бывает. Вот вы легко, знаете, как-то вот, как будто бы обнуляете какую-то ситуацию, вот вас не устраивает, вы, во-первых, вы легки на подъем. С вами, вам нравится путешествовать с вами достаточно легко. А вот с вами, знаете, такое ощущение, что каждый человек становится таким, каким он, ну, он на самом деле. То есть с вами не надо надевать какие-то маски для того, чтобы казаться лучше, либо еще что-то. Нет, вот рядом с вами каждый человек становится, ну, показывает свое настоящее лицо. Ваше имя несет перемены. Вот вы, когда появляете в жизни других людей, да, вот вы как раз-таки несете, вот, с одной стороны разрушения, а с другой стороны обновления. Вот общаясь с вами, в жизни людей происходят потом какие-то перемены. То есть если посмотреть на их жизнь до вас и после вас, то люди становятся абсолютно другими. Вот вы как будто бы, знаете, некий такой разрушитель, да, кактифон этот, ветер. Прошли, ветер перемен, да, и снесли абсолютно все, что не нужно было человеку для того, чтобы он вот на новом месте, вот на новой вот этой вот основе выстраивал что-то новое для себя. Вы несете какие-то перемены в жизни людей. Почему я говорю именно в жизни людей, а не рассказываю о вас, потому что вот вам легко, знаете, я не говорю о том, что вот вы любите перемены, вы можете их не любить, но как-то вот ваше имя, сама ваша суть, она несет эти перемены. Вы умеете показать человеку то, кем он является на самом деле. Вот вы умеете показать человеку смысл жизни, умеете показать ему его личину. Знаете, вот как-то не то, чтобы развеселить, а дать умный и идельный какой-то совет. Представляете, вот выпадает на вас три великих аркана. Ну как может человек с таким именем быть незначим, да? Прямо здесь вот ярофанта только не хватает. Вы переворачиваете, здесь такое ощущение, что вот энергия не вашего имени, а значимости вашего имени в жизни других людей. Вы переворачиваете им мир, понимаете? То есть, я не знаю, то ли с общением с вами как-то, то ли вы что-то делаете для другого человека. Вот после знакомства с вами весь мир переворачивается. Люди начинают видеть жизнь как-то по-другому. Вот вы как будто бы трансформатор какой-то такой. Вы саботливый человек. Вы знаете, вы, я бы не сказала, что вы какой-то лидер, но вы умеете приумножать то, что имеете. Вот здесь такое ощущение, что с одной стороны, допустим, если мы говорим о профессии, да, вот к вам люди приходят, вот у вас такая профессия, когда люди к вам приходят, вы их как будто бы как трансформатора разбираете, а потом собираете заново, и у них появляется смысл жизни, ради чего жить. Вы как будто бы умеете приумножать то, что у вас есть, и то, что есть у других людей. Вы как будто бы раскрываете им какие-то способности. Они к вам приходят, и вы показываете, что ты умеешь это, это, это. И они уходят, и они как будто бы начинают себя ценить. Они начинают как-то на себя иначе смотреть. Приходят, возможно, к вам люди, как, знаете, в неком таком упаческом состоянии, с грустинкой, с какими-то такими состояниями не очень позитивными. Вы как будто бы, знаете, после вас вы умеете так встрясти. Можете что-то даже грубо сказать, может быть, резко сказать. Это у человека на первый взгляд, знаете, вот как будто бы как шокер какой-то. Вот вы его ударили, и человек как будто бы проснулся, да, вот он спал, а после знакомства с вами он как будто пробуждается, у него появляется желание, появляется вдохновение, он хочет что-то делать в этой жизни, он хочет как-то действовать, как-то реализовывать себя, ценности появляется, как будто бы, ну вот если женщина, они начинают за собой ухаживать, смотреть, как-то любить себя, проявлять себя. Что еще несет? Какая энергия? Вы человек, который близко к сердцу принимаете все, что с вами происходит, и на самом деле, если вы занимаетесь практиками, то клиенты, которые к вам приходят, они для вас не безразличны, и здесь возможно в какой-то момент вы научились одевать на себя какую-то маску, знаете. Здесь такая некая двоякость, с одной стороны вы хотите, чтобы люди знали о том, что происходит в вашей жизни, да, что вы тоже человек, что у вас есть потребность, а с другой стороны вы скрываете, вы не хотите показывать все сложности, те проблемы, которые вы проживаете. И получается так, что здесь люди, которые находятся на виду, ну, может быть, мастера, эксперты какие-то, и вот на вас сравняются другие люди, и им кажется, что в вашей жизни все как-то идеально, как вы так успели, как вы так, ну, преуспели, смогли, а вам так хочется сказать, что вот то, что я показываю, это видимость, на самом деле мне тоже плохо, на самом деле мне тоже тяжело, но с другой стороны вы не хотите, чтобы вас жалели. Да, вы хотите, чтобы люди знали о том, что и в вашей жизни были трудности, и в вашей жизни были какие-то проблемы, но вы не любите жалость. Вам нравится, знаете, я не говорю, что у вас мужские энергии, но вам нравится быть как-то с мужчинами наравне. Вот вы иногда тягаете силой, но при этом не меритесь, а как-то здесь более по-женски, как-то хитро вы можете достигать то, что вы хотите, то есть у вас есть способность чужими руками получать, ну, добиваться каких-то своих ресурсов, результатов. То есть если бы это был мужчина, он бы сказал, я сам все сделаю, а здесь вы четко понимаете, зачем что-то сделать, когда можно кому-то попросить, да, либо как-то сделать так, очень хитренько, по-женски, и при этом при минимальных затратах получить тот результат, который вы хотите. Вы интуитивны, у вас прекрасно развита интуиция, у вас прекрасно развита связь с природой, вы такая мягкая, огненная. Здесь энергия огня, она, знаете, вот как будто бы укротили эту энергию, она такая податливая, то есть здесь такое ощущение, что жизнь подается, вы своими руками можете сделать все, что хотите, я не имею в виду там, шить, вешват, а именно свою жизнь сложить так, как вы хотите. То есть ваша жизнь, она как пластилин, вот что вы из нее слепите, то и получится. Ну, очень общительный человек, хотя, еще раз скажу, то, что у вас в жизни происходит, вы это никогда никому не скажете, вы умеете держать секреты, не говорите, к вам люди приходят, очень много общаются, с вами очень много рассказывают, иногда вам это нравится, иногда вас это бесит реально, реально, но вы больше, знаете, здесь вот такое ощущение, что ваша жизнь, она некий такой маскарад, карнавал, да, она и яркая, и красочная, но когда вы остаетесь наедине с сами собой, такое, знаете, вот ощущение, что вроде бы в жизни все есть, да, вот грех жаловаться, а чего-то не хватает, вот чего-то такого, знаете, глубинного, такого, знаете, чтобы зацепилось за душу. Я не знаю, что это может быть, но здесь вот такие вот энергии идут. Хорошо, а что будет, если вы поменяете свое имя, ну, то есть как может быть изменится ваша жизнь, если вы захотите изменить свое имя. Знаете, вот вы как будто бы включите в свою жизнь больше энергии огня, то есть вот то, что было, то я говорила ранее, что вы как будто бы укращаете, да, огонь, а здесь вы, он становится не подвластный вам, он уходит из вашего контроля, то есть здесь вы становитесь каким-то конфликтным человеком, здесь очень много мужских энергий появляется, какая-то агрессивность появляется в вашу жизнь, изменится. Знаете, вот такое ощущение, что, возможно, та стабильность, которая у вас есть, присуща вам, она будет разрушена. У вас и так по своей натуре вы человек-разрушитель, да, какой-то, ну, то есть трансформатор, а здесь получается, что вы свою как будто бы жизнь разрушите. Очень много конфликтов, ссор, вы будете таким непростым человеком, да, не очень, я бы сказала, таким позитивным вам, причем здесь такое ощущение, что вам придется как бы того и переехать. как-то учи из своего места, где вы находитесь сейчас. В общем, у меня сердце сболело, что здесь будет? Здесь как будто вот такое ощущение, знаете, как будто бы сердце сжалось, от сердца отрывается, то есть вот этот вот переезд, да, как-то он не очень-то приятный вам будет. Слухи о вас будут какие-то. Ну, здесь движение, да, здесь какое-то движение начнется, такое, знаете, очень активное. Да, вы спустите как-то потом с этим всем поработать, да, найдете решение, то есть ваша социальная жизнь, она вроде бы не изменится, но как-то вот энергия вашего характера, нет, мне не нравится здесь энергия, они очень хорошие, я смотреть не буду, потому что, ну, во-первых, мне как-то сразу как-то поплохело, нет, здесь, знаете, здесь как будто бы сразу какое-то сопротивление пошло у меня, нет, ну, то есть первые две позиции, да, а здесь нет, здесь не надо вам менять имя, потому что, ну, перемены, в принципе, перемены-то всегда хорошо, но здесь вот как-то какие-то разрушения, они болезни, вот боль вам будет, больно, вы как будто бы отстаивать будете, все защищают, все это, знаете, вот как с кровью, с мясом, как будто бы отрывает от вас, нет, не надо, хорошо, какие энергии будет нести в себе ваше новое имя, если вы захотите изменить его, какие энергии будет нести в себе, ну, во-первых, я, если вы практикой занимаетесь, то вы сфокусируетесь больше на этом, здесь вопрос не о заработке столько, сколько о каких-то своих навыках, да, о каких-то своих качествах, то есть вы будете именно работать на то, чтобы использовать как-то вот эти вот возможности, возможно, вот вы, такое ощущение, что вы это имя себе новое, может быть, книга здесь придумываете какой-то для профессии, то есть, допустим, если вы там практик, вы придумываете себе, ну, я имею в виду, там, не знаю, таролог, да, я не имею в виду здесь психологов, там, психотерапевтов, ну, например, мастера, которые занимаются, там, рейки, тата-хилинг, они могут придумывать себе какие-то имена, да, после инициации, там, ведьмы, колдуны, вот придумать какие-то себе магические имена, да, вот в профессиональном, в профессиональной сфере, не имя свое поменять, а именно ник, вот здесь энергия, она пойдет в плюсе, то есть, я это уточняю, потому что ранее я говорила, что имя именять не надо, именно имя, не профессиональное вот это вот, имя ваше, то, как вас увеличает, его не надо, а вот профессиональное, да, даст возможности раскрытия ваших способностей, каких-то дополнительных, вы станете, знаете, как-то еще более рассудительны, закроетесь, вот такое ощущение, что вот я говорила вам о легкости, да, а здесь у вас эта легкость уходит, у вас появляется какая-то серьезность, отстраненность, надменность, холодность какая-то, вот вы становитесь колкими на язык, достаточно резкими, здесь будет сложность взаимодействия, как с другими людьми, так и с самим собой, смотрите, здесь получается, если вы что-то практикуете, то способностей у вас станет больше, но взаимодействие с клиентами хуже, трудно будет, трудно будет, здесь, я не знаю, может быть у вас откроются какие-то знания дополнительные, что-то такое, но, и тем самым, вот расстояние между вами, вашим знанием, вашим опытом, и людьми, для которых вы работаете, оно увеличится, и вы станете более закрытыми, более холодными, более отдаленными, рассудительными, более молчаливыми, такими будете говорить, ну, мало слов, да, правда, но по делу, но, а в чем сложность? Ну, вот в отшельнике, понимаете, вы потом уходите постепенно из короля мечей в отшельника, человека, который больше как-то работает над собой, для себя, над поиском, над своими, ну, то есть у вас абсолютно диаметрально противоположное, то есть вы уходите от шута, от начинания, от легкости, да, и такое ощущение, что вот забываете вообще, что жизнь, это процесс, это приобретение опыта, то есть все, что вы делаете ради опыта, не более того, а здесь получается, вы придаете какую-то серьезность, какую-то глубину, но при этом вы как будто бы теряете вот этот вот интерес к жизни, любознательность, легкость, вот, неожиданность, непредсказуемость, вот это все уходит, а это очень важно, вот, дайте я посмотрю на здесь, какая энергия нового имени, прикольно, свинья выпала, свинья и кандала, знаете, здесь вот какое-то такое ощущение, что у вас появляется эгоизм, гордыня, очень ярко проявлено будет, потому что, да, с одной стороны вам откроет знание, а с другой стороны эти знания, они как будто бы будут для вас и наказанием, потому что здесь такое ощущение, что расстояние между вами и вашими клиентами увеличится, потому что люди будут видеть вас, что вы как будто бы зазнались, что вы стали гордыми, а на самом деле у вас будут те знания, которые вы не сможете передавать людям, по той причине, что люди будут не готовы принять эту глубину, такое ощущение, что вот вы как будто бы не то, что для избранных, а для очень малого количества людей будете, не меняйте, так скажем, не меняйте, нет, я не хочу это оставлять, я соберу таким образом карты, мы перекроем теми энергиями, что у нас было внутри в начале, вот такая вот у нас была и третья позиция, если вы уже поменяли свое имя, опишитесь, пожалуйста, как изменилась ваша жизнь, пожалели ли вы или нет, если вы поменяли свое имя, изменили как-то, вот такая вот у нас была, вот такой расклад у нас сегодня был, надеюсь, технических проблем у меня не будет при монтаже этого видео, потому что прям как-то вот все спокойно, спокойно, не буду зря каркать, если вы это смотрите, ролик, значит, все пошло хорошо, я благодарю вас за ваши комментарии, за ваши лайки, за ваши дизлайки, и обращаюсь со всеми, до новых раскладов, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok